Продолжение следует... В конце июля в Миллерове откроется первый на севере области центр «Мой бизнес». Предприниматели смогут оперативно получать все меры поддержки, разрабатывают которые не менее оперативно. За время пандемии появилось несколько новых льготных продуктов. Один из них – «Рестарт» – займ для предпринимателей всех отраслей до 2,5 миллионов рублей от 1% годовых. Во вторник введена новая продуктовая линейка «Рестарт». И за одни рабочие сутки нами уже выдано 7 займов на сумму более 10 миллионов рублей. Для выдачи льготных займов бизнесу по решению Владимира Путина Ростовская область получила в июне 180 миллионов рублей. Финансовые антикризисные меры сейчас самые востребованные. Отмечу, что в регионе возобновлена работа почти всех предприятий. Индекс закрытости донской экономики – 1,7%, а по России – 4%. У нас нет другой задачи с вами, как нормализовать ситуацию в Ростовской области и в каждом муниципальном образовании. От этого очень многое зависит. Самочувствие людей, которые в бизнесе, самочувствие громадного количества семей, бизнесменов – это уже не десятки тысяч, а сотни и сотни тысяч жителей Ростовской области. Поэтому мы с вами, как такая команда, бизнес-сообщество или те, кто помогает бизнесу, должны понимать, от нашей эффективной работы, результативной, понимания результата зависит просто очень многое. Хорошим примером конструктивной работы губернатор назвал онлайн-форум «Новые вызовы, новые решения». В начале июня он собрал пять сотен участников. Открытый диалог власти с бизнесом продолжится на постоянной основе, подчеркнул Василий Голубев. В сентябре при содействии всех общественных институтов пройдет форум «Территория бизнеса. Территория жизни». В кризисные времена топ-менеджеры компаний как никогда озабочены повышением эффективности производства. Как добиться максимального результата при минимальных затратах? На помощь приходят инструменты бережливого производства. Надо отметить, что донские предприятия активно участвуют в нацпроекте «Производительность труда». И об этом подробнее сегодня поговорим с гостем программы. Это Борис Свиридов, исполняющий обязанности директора агентства инноваций Ростовской области. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Мария. Несколько компаний, участников нацпроекта, уже подводят первые итоги реализации нацпроекта. И производительность труда уже заметно повысилась. Кого бы вы выделили? Кто, на ваш взгляд, наиболее успешно справился с задачей по внедрению инструментов бережливого производства? Если быть точным, то уже 23 предприятия завершили активную фазу проекта. Из них 17 в прошлом году и 6 уже в текущем, из которых 3 предприятия под управлением РЦК. Сейчас же в работе еще 12 проектов и до конца года будет реализовано еще 12 проектов. Так вот, если отвечать на вопрос, кто из них какие показал результаты, показали абсолютно все. Если сделать небольшую выборку и проговорить, допустим, о предприятиях первой волны, второй и предприятиях текущего года, я бы выделил следующее предприятие. Предприятие ПРОФКРЕСС. Внедрение системы адресного хранения и принципа FIFO на складе позволило сократить время выдачи сырья и материалов со 120 минут до 10 минут на 83%. Предприятие второй волны, ТАУР. Изменение системы логистики и внедрение системы КАНБАН на участок в упаковке позволили снизить время упаковки одной партии с 54 до 38 минут, минус 18,5%. Комбинат крупнопанельного домостроения. Только за счет внедрения системы 5С, наведения порядка и расположения необходимого оборудования инструментов удалось увеличить производительность на 23% с 28 палет до 36 палет в смену. Предприятие ТЕРОФРИГА. Внедрение потока единичных изделий на участке сборки позволило сократить время протекания процесса со 177 минут до 44 минут и увеличить производительность с 13 до 25 комплектов в смену на 48%. Сокращен маршрут перемещения комплектующих и материалов в потоке с 15 километров до 1200 метров. То есть вдумайтесь только в эти цифры, более чем в 10 раз сокращен маршрут перемещения комплектующих. Есть такой инструмент в режиме производства, называется диаграмма спагетти, когда весь вот этот маршрут, он прорисовывается на карте предприятия, на карте расположения его цехов. И видим, становится зрим и понятен руководством предприятия. И понятно, где эти перемещения лишние. Уменьшение перемещений более чем в 10 раз, это, я считаю, хороший показатель и достойный примеров и тиражирования. Далее, на том же предприятии, только за счет внедрения системы 5С, было высвобождено более 1600 квадратных метров производственных площадей. Предприятие планировало для организации нового сборочного производства строить новый цех. Понятно, какие это капитальные затраты, финансовые, именные и так далее и тому подобное. Так вот, в результате внедрения инструментов биржевого производства, просто они высвободили эту площадь, им не нужно вкладывать деньги в капитальное строительство, а уже прямо сейчас в этом цеху расположилось новое производство. Такие внушительные результаты нужно популяризировать и тиражировать. Что планируется сделать для этого? Для этого мы будем выполнять свою работу. Сильно нам, с одной стороны, скорректировал планы от существующей коронакризис по проведению очных мероприятий, направленных на вовлечение предприятия в проект. Но не бывает куда без добра. Мы действительно нашли, как мне кажется, эффективную модель вовлечения. Это личное общение собственника предприятия, где проект уже был реализован, с другими собственниками, которые потенциально могут войти и стать участниками нашего проекта. Потому что только когда первое лицо деятельно вовлечено в внедрение вот этих инструментов, тогда все получается. Если отдается это на откуп какому-нибудь другому подчиненному, как правило, результат несравним по эффективности. Также в направлении популяризации проекта мы активно продвигаем создание в Ростовской области предприятия образца. То есть такое предприятие, которое бы стало эталоном внедрения и применения инструментов биржевого производства. На данном предприятии могли бы проходить обучение собственники других предприятий, топ-менеджеры, руководители проектных команд, групп предприятий, вступающих в наш проект. У них должна формироваться новая культура отношения к биржевому производству. И таким предприятием мы хотели бы видеть в Ростовской области предприятие Террафрига. На онлайн-форуме новой вызовы, новое решение, который прошел в начале июня под руководством губернатора, прозвучало предложение снизить порог вхождения в нацпроект по выручке предприятия вдвое. Это уже сделано? Да, не прошло и недели. Все оперативно было сделано. Министерством экономического развития 21 июня между Минэком и агентством инноваций, на базе которого создан региональный центр компетенции, было подписано дополнительное соглашение, где доведено финансирование новое и определены показатели эффективности по именно этому нацпроекту. То есть четыре предприятия с выручкой под стаду 400 миллионов рублей должны войти в эту программу до конца текущего года. И там должны быть исполнены все мероприятия нацпроекта. Данные предприятия были отобраны оперативно. Это донские предприятия «Пластфактор», «ОО «Базис», «ОО Миллерово Сельмаш» и «Оксайский кирпичный завод». Они все соответствуют критериям. И уже можно сказать, что национальный проект стартовал на данных предприятиях. Потенциально сколько предприятий и из каких отраслей могут принимать участие в нацпроекте? Предприятия, которые соответствуют критериям от 100 до 400 миллионов, их более 200. И, конечно, чем больше мы вовлечем их в национальный проект, тем будет больше эффект для региональной экономики. Предприятия, которые могут участвовать в национальном проекте, должны относиться к одной из пяти отраслей. Это обрабатывающая промышленность, это ЖКХ, строительство, транспорт или сельское хозяйство. Нацпроект «Производительность труда» реализуется до 2024 года включительно. Какие задачи стоят перед Ростовской областью и как регион с ними справляется, на ваш взгляд? Всего должно быть вовлечено в нацпроект 195 предприятий. Из них 94 предприятия под руководством РЦК, остальные под руководством ФЦК, либо самостоятельно. Все эти цифры, все эти показатели мы, безусловно, выполняем. И даже впоследствии коронакризиса и вот эта сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая сопровождала нас всю весну, не помешали нам выполнить ключевой показатель текущего года. Это сдача потоков образцов. Все три потока образца, которые мы должны были по паспорту проекта закрыть, мы закрыли. При этом могу сказать, что более половины субъектов Федерации этот показатель не выполнили, потому что действительно были объективные причины. Нам помог в данном случае существующий уже задел. И то, что своевременно мы озаботились, и у нас достаточное количество руководителей проекта сертифицированных для самостоятельного осуществления вот этих вот проектов. Но еще раз хочу сказать, что цифры цифрами, но мы понимаем, что главное не выполнение каких-то цифровых показателей. Это, безусловно, важно, но главное изменение культуры производства. Если мы охватим по 24-й подключительно 195 предприятий в рамках национального проекта, существующего, если к нему подключится еще примерно такое же количество предприятий в рамках регионального финансирования, это действительно даст экономике Донской синергетический такой эффект. И мы можем строить уже действительно формирование ростков новой культуры производственной. Поэтому на это и работаем. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо большое, Мария. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok